Новогодние праздники это не только время веселья, но и сезон повышенной опасности. В эти дни различные службы фиксируют рост преступлений, несчастных случаев и чрезвычайных ситуациях. О том, что происходило в Мирном районе за 10 дней массовых гуляний, смотрите в нашем следующем обзорном сюжете Мирненских коллег. Эти новогодние праздники выдались напряженными для врачей. В медучреждение района обратилось более 500 человек. 50 из них поступили с бытовыми травмами. Отравлений суррогатами не зафиксировано, а вот пациентов с алкогольной интоксикацией было немало – 56 человек. Что касается ситуации по вирусным заболеваниям, то она остается на безопасном уровне. На сегодня зарегистрировано более 100 заболевших ОРВИ. Тяжелых случаев не отмечено. Многие обращались в приемный покой. Это 335 человек. За два дня приема в 3 и 6 января во взрослой и детской поликлиниках принято 448 человек. Также зафиксировано 3 смерти и один случай обморожения. У нас, слава богу, в этом году достаточно тепло было. И 17 градусов, и 25 было. Поэтому у нас всего лишь один случай обморожения. Мужчина в нетрезвом состоянии, кисти рук, слава богу, второй степени. Для полицейских района праздники прошли на редкость спокойно. В основном звонки поступали от соседей, что мешали спать. Но без происшествий все же не обошлось. На пуль дежурного поступил сигнал об особо тяжком преступлении в результате семейной ссоры. Новогодние праздники в районе не обошлись без пожаров. Красный петух ворвался в дома, увлеченных застольем мирненцев. Причины давно уже стали стандартными. Короткое замыкание из-за неисправного электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В поселке Орлах обошлось без жертв. Но в Мирном избежать гибели людей не удалось. 1 января произошел первый пожар в городе Мирном по адресу улицы Лесная. Пожар частного дома. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На месте работали 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Также сотрудники полиции и работники скорой помощи. Второй пожар произошел 5 января нынешнего года. Пожар частного подворового хозяйства в поселке Орлах. Погибших, пострадавших нет. Также хотелось бы напомнить жителям нашего района о не забывать о соблюдении мер пожарной безопасности в быту. 5 января в аэропорту Мирного совершил аварийную посадку самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса». Он направлялся в Новосибирск, но долететь до места назначения не удалось. У воздушного судна отказал двигатель. Неполадки с техникой у борта возникли через полчаса после взлета. Капитан решил вернуться в Мирный. Не сделав несколько кругов над городом и выработав топливо, судно благополучно приземлилось. Неполадок при посадке не возникло. На борту Ту-154 находилось 150 человек, работающих вахтовым методом и 8 членов экипажа. С еще большими проблемами столкнулась авиакомпания «Якутия». У нее за 10 праздничных дней произошло 3 ЧП, и все они связаны с канадскими самолетами-бомбардье. У воздушных судов во время взлета не закрывались шасси, двери, а также выявлялись другие технические неполадки. Во всех случаях самолеты пришлось возвращать в аэропорты вылета.